Уважаемые коллеги, просьба занять свои рабочие места, продолжаем работу, просьба перерегистрироваться с помощью электронных карточек, включить режим регистрации. Кворум имеется, продолжаем свою работу. 36 вопрос. О назначении мировых судей. Слово предоставляется Игорю Владимировичу Лединских, заместителю председателя Кировского областного суда. Включите трибуну, пожалуйста. Уважаемые депутаты, представляется назначение на должность мирового судей судебного участка номер 43 Сунский район Кировской области на трехлетний срок полномочий Захарова Любовь Владимировна. Образование высшее юридическое, Московский университет потребительской кооперации, специальность юриспруденция. В настоящее время работает референт Государственной гражданской службы Российской Федерации по должности специалиста-эксперта Иранского отдела управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастро и картографии в Кировской области. Стаж по юридической специальности 7 лет. Характеристики представлены хорошие. Квалификационный экзамен сдан 26 июля 2012 года. С заключением квалификационной коллегии судей Кировской области от 14 декабря 2012 года рекомендовано к назначению на данную должность. Прошу поддержать данную кандидатуру. Есть ли вопросы к Игорю Владимировичу? Будут ли вопросы к Любови Владимировне? Нет. Слово предоставляется Михаилу Валентиновичу Лихачеву, председателю комитета по законодательству и местному самоуправлению и депутата от округа, в который ходит данный судебный участок. Я, как депутат и комитет в целом, рекомендуем данную кандидатуру к назначению на трехлетний срок полномочий. Спасибо. Есть ли вопросы к Михаилу Валентиновичу? Ставлю на голосование вопрос о назначении на должность мирового судей на трехлетний срок полномочий Захаровой Любови Владимировны. Голосуем. За 49 выдержался один. Решение принимается. Спасибо. Игорь Владимирович, Вам слово. Уважаемые депутаты, представляете назначение на должность мирового судей судебного участка номер 55 по Ленинскому району города Кирова на трехлетний срок полномочий Нобель Наталья Александровна. Высшее образование Московской государственной юридической академии. 2003 год. Стаж по юридической специальности, необходимый для назначения на должность судей, имеется. В настоящее время работает помощником судьи Кировского областного суда. Квалификационный экзамен сдан 25 октября 2012 года. Заключением квалификационной коллегии судей Кировской области от 14 декабря рекомендовано к назначению на должность по данному судебному участку на трехлетний срок полномочий. Прошу поддержать данную кандидатуру. Есть ли вопросы к Игорю Владимировичу? К Наталье Александровне. Слово представляется Михаилу Валентиновичу Лихачеву. Эмидиат рекомендует предложенную кандидатуру к назначению. Есть ли вопросы? Нет. Слово представляется Русской Дмитрию Михайловичу, депутату от округа, в который входит данный судебный участок. Добрый день. Мы так, по-моему, очень недолго поговорили. В общем-то, моя позиция всегда ясна, что я не голосую за судей по причине того, что я их не знаю. Но если мой округ, то я, как бы, по крайней мере, я разговаривал. А принимать голосование, как бы, это уже каждого депутата лично. Спасибо. Уважаемые коллеги, ставлю на голосование вопрос о назначении на должность мирового суди на трехлетний срок полномочий. Нобиль, Наталья Александровна. Голосуем. За 46 воздержался один. Решение принимается. Игорь Владимирович, вам слово. Представляется назначение на должность мирового суди по судебному участку номер 24 Малмышский район Кировской области на 8-летний срок полномочий Сомова Яна Владимировна. В 2010 году была назначена на данную должность, на этот же судебный участок. За время работы показало высокое качество работы от 98 до 100% качества судебных постановлений. С заключением квалификационной коллегии и судья 14 декабря 2012 года рекомендовано к назначению на должность мирового суди по этому судебному участку на 8-летний срок полномочий. Прошу поддержать данную кандидатуру. Есть ли вопросы к Игорю Владимировичу? К Яне Владимировне? Нет. Слово представляется Михаилу Валентиновичу Лихачеву. Министерство рекомендует предложенную кандидатуру к назначению на 8-летний срок полномочий. Спасибо. Слово предоставляется Бурханову Ильгизу Хасхуддиновичу, депутату от округа, в который входит данный судебный участок. Уважаемые коллеги, знакомые, беседовали не раз. Прошу поддержать. Спасибо. Ставлю на голосование вопрос о назначении на должность мирового суди на 8-летний срок полномочий Сомовой Яны Владимировны. Голосуем. Спасибо. За 46 воздержался 1. Решение принимается. Спасибо. Игорь Владимирович, Вам слово. Уважаемые депутаты, представляется к назначению на должность мирового суди судебного участка номер 32 Орловский район Кировской области на 8-летний срок полномочий Шамов Иван Иванович. Работает мировым судьей на данном судебном участке. За время работы показал 100% качество работы. В заключении квалификационной коллегии судей от 14 декабря 2012 года рекомендовано назначение на должность мирового суди по данному судебному участку на 8-летний срок полномочий. Прошу поддержать данную кандидатуру. Спасибо. Есть ли вопросы к Игорю Владимировичу, к Ивану Ивановичу? Слово предоставляется Михаилу Валентиновичу Лихачеву. Примитет также рекомендует предложенную кандидатуру к назначению на 8-летний срок полномочий. Спасибо. Слово предоставляется Киселеву Николаю Петровичу, депутату от округа, в который входит данный судебный участок. Поддерживаю кандидатуру Ивана Ивановича Шамова на 8-летний срок. Желаю успехов на этом поприще. Спасибо. Уважаемые коллеги, ставлю на голосование вопрос о назначении на должность мирового суди на 8-летний срок полномочий Шамова Ивана Ивановича. Голосуем. За 48 воздержался 1. Решение принимается. Спасибо, Игорь Владимирович. Успехов. Следующий вопрос. О назначении представителей общественности в квалификационную коллегию судей Кировской области. Слово предоставляется Михаилу Валентиновичу Лихачеву, председателю комитета по законодательству и местному самоуправлению. Уважаемые коллеги, установленный региональным законом о порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Кировской области. Была дана соответствующая публикация. В законодательное собрание поступили документы по шести кандидатам. Вчера кандидаты были представлены на заседании профильного комитета. Комитет рекомендует списком утвердить предложенные кандидатуры. Заболоцку Ларису Анатольевну, Кокареву Вячеславу Степановичу, Мамаеву Ольгу Аркадьевну, Никитина Анатолия Михайловича, Плюснину Ольгу Юрьевну, Протопопову и Елену Сергеевну. У меня все. Есть ли вопросы к Михаилу Валентиновичу? Может быть, предлагаемым кандидатурам, пожалуйста, прошу подняться. Спасибо. К Михаилу Валентиновичу, пожалуйста, Дмитрий Михайлович. Для понимания, было предъявлено шесть кандидатур вообще, да, и шесть и рассмотрелось, или было больше? Всего было шесть кандидатов заявлено. Мы можем направить семь представителей общественности. Сегодня одно место по итогам голосования, если вы поддерживаете представленные кандидатуры, останется вакантным. Соответственно, в ближайший месяц мы подадим опять объявление, будем смотреть те заявки, которые к нам поступят. И точно так же кандидатуры, в отношении которых поступят соответствующие документы, будут рассмотрены на заседании профильного комитета, и вынесены их, а не на решение пленарного. Я понял, спасибо. Спасибо, если нет вопросов. Уважаемые коллеги, напомню, что в соответствии со статьей шестой закона области о порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Кировской области, назначение представителей общественности в квалификационную коллегию осуществляется на пленарном заседании законодательного собрания Кировской области, в присутствии кандидатов, открытым голосованием и оформляется постановлением. В соответствии с решением профильного комитета, голосование по данному вопросу будет проводиться по всем кандидатурам сразу. Ставлю на голосование вопрос о принятии постановления о назначении представителей общественности в квалификационную коллегию судей Кировской области. Проект постановления у вас имеется. Голосуем. За 44 воздержалось 7. Решение принимается. Спасибо. Желаем плодотворной работы. Следующий вопрос. Правительственный час о ходе реализации программ газификации территорий и газоснабжения населения Кировской области. Слово предоставляется Александру Павловичу Горскину, заместителю председателя правительства области. Включите трибуну. Уважаемые депутаты, основной проблемой топливно-энергетического комплекса Кировской области является дефицитность собственными ресурсами, энергоресурсами. Топливоэнергетические ресурсы еще в значительной степени формируются за счет поступлений из других регионов, каменного угля, мазута, бензина, дизельного топлива и других, что обусловлено непредсказуемым ростом цен на энергоресурсы. Для снижения энергетической зависимости в области от внешних поставщиков, а также целью оптимизации топливного баланса, правительством области выбран курс на газификацию региона и увеличение использования местных видов топлива. Основными потребителями природного газа в области являются промышленные предприятия, предприятия энергетики, организации жилищно-коммунального комплекса, население. В связи с этим вопрос газификации области природным газом является стратегическим и в плане развития топливно-энергетического комплекса области и в соответствии со стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года одним из приоритетов. История газификации области природным газом берет свое начало с 1978 года с ввода в эксплуатацию газопровода-отвода Ахан-Скиров протяженностью 383 километра, являющийся основным газопроводом, по которому природный газ поступает в Кировскую область потребителям. В 1996 году для удовлетворения возрастающего спроса на природный газ с юга области был построен второй подающий газопровод-отвод КСвятская-Киров. В настоящее время газотранспортная система Кировской области включает в себя 5,5 тысяч километров газопроводов различного давления, 21 газораспределительную станцию и 1088 газораспределительных пунктов. Природный газ подается в населенные пункты 14 муниципальных районов области и 3 городских округа. Общий объем потребления природным газом составляет 3,6 миллиарда кубических метров природного газа в год. Основными потребителями, это 83,8% природного газа, является филиал Кировский ООТГК-5 и Кирово-Чепецкий химкомбинат. Оставшаяся часть 16,2 – это на все остальные потребители. На сегодняшний день уровень газификации жилищного фонда природным и сжиженным газом составляет в целом 75%. Природным газом газифицировано 231 910 домовладений, это по состоянию на первую половину 2012 года. Жиженным газом пользуются 230 380 домовладений и квартир. Так как стоимость жиженного газа, используемого населением на коммунальные бытовые нужды, значительно выше стоимости поставки природного газа, наша цель – максимально быстро перевести газификацию природным газом жилищного фонда. На слайде видно, что в результате проводимой работы происходит постепенное снижение уровня газификации жилищного фонда жиженным газом и рост уровня газификации природным газом. Но все же на сегодняшний день область имеет самый низкий среди регионов Приворско-федерального округа уровень газификации жилищного фонда природным газом. В среднем по ПФО – это 76,1%, в среднем по России – 63,2%. Низкий уровень газификации природным газом обусловлен следующими объективными причинами. Это первое – большая площадь территории области и низкая плотность населения. Второе – большие расстояния между населенными пунктами. И третье – это то, что территории области обошли коридоры магистральных газопроводов, ведущих с Западной Сибири в центр и на западной Европейской части страны. По сравнению с соседними регионами, имеющими в разы меньшую площадь, компактно проживающее население и источники природного газа в виде магистральных газопроводов в Кировской области, значительно отстает данный вопрос. В связи с тем, что проектирование и строительство газопроводов, отводов газоспределительных станций и межпоселковых газопроводов является очень дорогостоящим процессом, без привлечения инвестиций в Кировскую область не в состоянии существенно повесить уровень газификации природным газом. Еще одной из проблем является то, что на сегодняшний день объемы, поступающие в область природного газа, недостаточны для дальнейшей газификации и развития экономики области. Сдерживающим фактором является недоулетворительное техническое состояние газопровода-отвода Ахан-Скиров. Вследствие большого количества дефектов, рабочее давление в газопроводе было снижено с 54 атмосфер до 35, тем самым была существенно ограничена его пропускная способность. В связи с этим, работы по газификации области направлены в основном на загрузку построенных ранее газопроводов, отводов и ГРС. С 2004 года газификация Кировской области начала осуществляться совместно с ОГАЗПРОМ и приобрела системный подход. Для участия ОГАЗПРОМа в газификации Кировской области необходимо было соблюдение следующих принципов и критериев. Первое. Наличие подписанного соглашения о сотрудничестве и договора о газификации. Второе. Стопроцентная оплата текущих поставок газа. Третье. Погашение задолженности заранее поставленный газ. Четвертое. Экономическая эффективность предлагаемых строительству объектов. Пятое. Готовность потребителей к приему газа. И шестая. Загрузка постоянно подстроенных газопроводов и ГРС. В соответствии с концепцией участия газопроводов в газификации региона в 2004 году было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Кировской области и Газпром. По заказу правительства области в 2004 году институт Газпром-Промгаз была разработана генеральная схема газоснабжения и газификации потребителей Кировской области, в соответствии с которой осуществляется строительство объектов газотранспортной инфраструктуры. В 2005 году по заказу Газпром Кировской области было проведено социологическое исследование о влиянии газификации на изменение социально-экономической ситуации в регионе. Результаты исследований показали, что 65% населения области считают необходимой полную газификацию области. 68% жителей ожидают от газификации общего повышения качества жизни, особенно жителей села. По мнению 63% жителей области газификация природным газом может стать ключевым фактором выполнения приоритетных национальных проектов. Необходимость развития бесперебойного функционирования системы газоснабжения обусловлена необходимостью использования программно-целевого метода решения проблемы, поскольку они первое входят в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития области, а их решения позволяют обеспечить возможности улучшения качества жизни населения и получения конкурентноспособности региональной экономики. Второе, требуют значительных капитальных вложений и не могут быть решены в пределах одного финансового года. С 2006 года Кировская область начала участвовать в программе газификации регионов Российской Федерации, которая реализует ОАГ «Газпром» совместно с регионами. Ежегодно губернаторам области и председателям правления утверждается план графика синхронизации выполнения программ газификации Кировской области, предусматривающей синхронизированное строительство объектов «Газпромовских» и региональных. ОАГ «Газпром» за счет собственных средств осуществляет проектирование и строительство межпоселковых газопроводов, а правительство региона обеспечивает строительство уличных газораспределительных отводов и подводку потребителям к приему газа. В период с 2006 по 2011 год в рамках данной программы газификации регионов объем инвестиций ОАГ «Газпром» в газификацию Кировской области составил 4 млрд рублей. За счет этих средств было спроектировано и построено 53 межпоселковых газопровода общей протяженностью 715 км, которые обеспечили подачу природного газа к 65 населенным пунктам области и 12 микрорайонам областного центра. Кроме того, в указанный период в рамках инвестиционной программы по капитальному строительству ОАГ «Газпром» был спроектирован и введен в эксплуатацию газопровод-отвод Кировочепец-Барамзы протяженностью 30 км и газораспределительная станция в деревне Барамзы Слободского района. Стоимость строительства газопровода ИГРС составила более 2 млрд рублей. Строительство газопровода-отвода Кировочепец-Барамзы с переходом через реку Вятку позволил газифицировать заряженную часть города Кирова и ряд населенных пунктов Слободского района и открыло перспективы для поэтапной газификации 11 муниципальных районов в центральной и западной части области. Также в рамках инвестиционной программы «Газпрома» был разработан проект реконструкции газопровода-отвода Ахан-Скиров. По информации газораспорта организаций, эксплуатирующих газопровод, с 2015 года с вводом в эксплуатацию парогазовой установки на ТЭЦ-3 без проведения реконструкции газопровода Ахан-Скиров не сможет удовлетворить потребности региона в природном газе. Реконструкция газопровода запланирована в рамках инвестиционной программы «Газпрома». Объем инвестиций предусматривает порядка 30 млрд. рублей. Срок окончания работы ориентировочен в 2016 год. В рамках областной целевой программы газификации Кировской области в 2006-2011 году было выполнено проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на сумму 4,2 млрд. рублей. Было построено и введено в эксплуатацию 1375 км внутри поселковых распорядительных газопроводов. На природный газ было переведено 162 котельных и более 50 тысяч домовладений и квартир. В 2012 году по заказу «Газпрома» институту «Газпром Промгаз» проводились работы по актуализации генеральной схемы газоснабжения и газификации Кировской области и схем газификации муниципальных образований области. Необходимость актуализации генеральной схемы и схем газификации района была обусловлена следующими причинами. Изменение темпа социально-экономического развития Кировской области, в том числе с учетом последствий кризисных явлений в экономике. Изменение объемов и структуры потребления газа. Наличие реализованных и перспективных инвест-проектов по строительству промышленных, сельскохозяйственных и жилищных объектов, потребность природного газа, которых не было учтено в 2005 году. Строительство новых объектов газификации не предусмотрено генеральной схемой в 2005 году. Согласно анализу, проведенному институтом в ходе экстуализации генеральной схемы, до удовлетворения перспективного спроса на природный газ, в регионе необходимо построить 1400 км газопроводов-отводов, 30 газораспределительных станций и 5700 км межпоселковых газопроводов до 1180 населенных пунктов. Это позволит обеспечить потребности в природном газе населения, организации коммунального комплекса, социально-культурного назначения промышленных и сельхозпредприятий. Задачей, которую ставит перед собой правительство области, является развитие газоснабжения области за счет привлечения инвестиций в строительство объектов газовой инфраструктуры. В рамках их программы ОГАЗПРОМ в 2012 году начаты строительно-монтажные работы по реконструкции газопроводов-отводов Ахан-Скиров на территории Пермского края, закончено проектирование газопроводов-отводов и газораспределительных станций в поселке городского типа Кумены и города Слободском. В 2012 году в рамках программы газификации регионов за счет инвестиций ОГАЗПРОМ в объеме 498 млн. рублей были спроектированы и построены 6 межпоселковых газопроводов протяженностью 57,8 км в Вятскополянском, Кирово-Чепецком, Юрианском районах и города Кириве. А также начато строительство межпоселкового газопровода протяженностью 22 км в Куменском районе. В рамках ОЦП газификации Кировской области в 2012 году выполнены работы на 516 млн. рублей, введено в эксплуатацию 360 км распределительных газопроводов, на природный газ переведены 20 котельных и более 8 тысяч домовладений и квартир. Все плановые показатели ОЦП 2012 года выполнены. Кроме этого, в 2012 году ООО «Межрегионгаз» инвестировало 149 млн. рублей в завершение строительства газовых котельных в заречной части города Кирово. Всего, к сведению скажу, с 2010 года «Межрегионэнергогаз» как главный инвестор инвестировала в строительство газовых котельных в поселке Вахуши и в заречной части города Кирово 706 млн. рублей. В 2012 году природный газ начал подаваться в населенные пункты еще одного, 14-го по счету, района области Юрианского. В развитии программы газификации регионов Российской Федерации в прошедшем году правительством области совместно с ООО «Газпром» разработана программа развития газоснабжения и газификации Кировской области на период до 2015 года, которая утверждена губернатором области и в настоящее время находится на утверждении председателя правительства ООО «Газпром» Миллера Алексея Борисовича. В соответствии с данной программой ООО «Газпром» планирует в 2013-2015 году вложить в строительство межпоселковых газопроводов в Кировской области сумму 1,5 млрд. рублей инвестиций. В Кировской области утверждена областная целевая программа по газификации на 2013-2017 года. Планируемый объем финансирования программ в 2013-2017 годах состоит в 3,8 млрд. рублей. Объемы ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением программы за счет областного бюджета, устанавливаются законом Кировской области областной бюджетной очередной финансовый год и на плавный период. Кроме бюджетных средств планируется привлечение средств инвесторов. Реализация программы позволит за 2013-2017 годы вновь газифицировать 35 населенных пунктов. Построить 980 км газораспределительных газопроводов, перевести на природный газ 37 котельных, повысить уровень газификации области газом до 40%. В 2013 году в рамках инвестиционных программ ОГАЗПРОМ будут продолжены строительные монтажные работы по реконструкции газопровода-отвода Ахан-Скиров, а также планируется начало строительства газопроводов-отводов ИГРС поселок городского Тива-Кумена и Слободской с прогнозным бодом в эксплуатацию 2014-2015 годы. На проектировании строительства 8 межпоселковых газопроводов в Зуевском, Куменском, Малмышском, Амутнинском, Слободском и Ужумском районах запланировано 300 млн. рублей средств Газпрома. Плановыми показателями ОЦП газификации Кировской области на 2013 год являются строительство 130 км распределительных газопроводов и перевод на природный газ в пяти котельных. На проектировании строительства газовых котельных в городе-слободском поселке городского типа Кумена планируется привлечение инвесторов. Развитие газотранспортной системы региона, увеличение объемов потребителей потребления природным газом будет и в дальнейшем ошляться и в соответствии с актуализированной генеральной схемой газификации Кировской области и стратегией социально-экономического развития региона. Выполнение в ближайшие годы газификации новых муниципальных районов и городских округов области даст позитивный импульс социально-экономическому развитию региона. Правительство области в настоящий момент прорабатываются инвестиционные проекты, связанные с организацией новых производств, реализация намеченных планов, а также перспектива бесперебойного снабжения природным газом области с учетом растущих потребностей во многом зависит от выполнения обязательств регионов по подготовке потребителей к приему газа и нашей платежной дисциплины. Комплексный подход к синхронизации усилий газовых компаний исполнительной и законодательной власти потребителей природного газа позволит реализовать намеченные планы. Благодарю вас за внимание и оказываю вам поддержку в данном вопросе. Спасибо. Спасибо, Александр Павлович. Есть ли вопросы? Валерий Николаевич Трулла. Александр Павлович, спасибо за доклад, потому что действительно серьезный шаг-то с делом, со всеми его трудностями. Но вот вопрос следующего содержания. Насколько программа газификации скоординирована с программой энергосбережения и энергоэффективности? Потому что, на мой взгляд, программа газификации не является самоцелью, а должна быть неким элементом комплексного подхода в решении энергетических проблем. Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле все новые стройки, строительства, они проходят обязательно разработку проектно-сметной документации, проведение главэкспертизы, требования в которых именно укладываются мероприятия, связанные с энергосбережением. То есть строительство уже новой котельной, работающей на газе, это в принципе уже стройка, оборудование, которое отвечает последним словом науки и техники, в основном работающая в автоматическом режиме, с удаленой диспетчеризацией. Также точно мы говорим и о том, что при газификации модернизируются не только котельные, но в принципе мы и цепляем и водопроводные, и тепловые сети, тем самым занимаясь их утеплением. А сентября рассматриваются как одно из интернативных и правов? На первом этапе технологически пока еще никто не может сказать, насколько это безопасно. Но вот в ближайшее время мы не про Сингаз говорим, а говорим о сжижении и компримировании природного газа. Одно из направлений, это вот завтра будет совещание по газомоторному топливу, реализации на территории области данного проекта. И кроме этого мы планируем все-таки после реализации пилотного проекта на территории Пермцева края по строительству завода по сжижению природного газа, собственно говоря, и рассматривать в рамках программы газификации и потребителей Кировской области туда, куда еще в ближайшую перспективу газопроводы от воды не подойдут, потому что это очень дорого и удалено. Соответственно, возможность использования этого газа будет рассматриваться. Спасибо. Сергей Сергеевич Гущин. Александр Павлович, планируется ли все-таки газификация котельничья и котельничьего района? И если планироваться, то когда, в какие годы? Уважаемые депутаты, хотелось бы просто сказать, газификаторы, они присутствуют здесь, это как и космонавты, в принципе, очень не хотят, назовем, говорить наперед, дабы что-то не сорвалось. Город Котельничь в настоящий момент серьезно рассматривается как городом, куда придет природный газ. Единственное, о чем мы говорим, о том, что объем его будет достаточно ограничен, ввиду того, что не будет закольцован с несущей, то есть он будет тупиковый от Мурыгина. И, соответственно, вот вчера буквально там совещание было у главы администрации города, именно на предмет того, по какому пути реализации газификации города Котельничьи администрация собирается идти. То есть я считаю, что это 2015 год. Спасибо. Дмитрий Михайлович Русских. Александр Павлович, очень внимательно прослушали Ваш доклад и прочитали. На самом деле, с участием Газпрома и федерального бюджета областного в газификацию в 2012 году вкладываются громаднейшие суммы в размере, по-моему, 6 миллиардов рублей я посчитал сейчас. У меня вопрос такой. Вот такие большие вложения государства, как сказались на тарифы для населения в жилищном фонде? Ведь я понимаю, что основная задача как раз и сокращение тех безумных тарифов, которые существуют сегодня на территории Кировской области для населения. То вот эти деньги как-то повлияли и газификация на тарифы для населения. Спасибо, Владимир Павлович. У меня вот есть такая справочка. Значит, стоимость для потребителей природного газа с расчетами на норматив потребления. При существующих нормативах потребления оплата граждан, которые имеют природный газ, по установленной газовой плите при наличии централизованного горячего водоснабжения 62 рубля 79 копеек. Если мы говорим про существующие потребители сжиженного газа, установлена региональная комиссия по данной категории стоимость данной норматив 150 рублей 32 копейки, стоимость же экономически обоснованных затрат, мы же компенсируем затраты по сжиженному газу, как из областного бюджета, так есть у нас и перекрестка в транспорте, себестоимость составляет 267,13. То есть вот мы говорим это в части комбыта, то есть на пищеприготовление горячего водоснабжения, какое дает экономию приход природного газа. Практически, я считаю так, где-то порядка в 5-5 раз, то есть 4,5-5 раз. Спасибо. Сергей Сергеевич Полушин. Благовичный вопрос у Гущина Сергея Сергеевича. Юго-западный район Киркесской области, Яранский район. Время газификации не будете сказать? В настоящий момент я уже сказал, что мы при рассмотрении актуализированной схемы газоснабжения, которую разрабатывает промгаз, высказали на большом куруме свои замечания промгазу в качестве именно прихода газа Яранский, Санчурский, Пижанские районы. И, соответственно, мы проводили совместно совещание с нашими коллегами, с Мариел, предложив им вариант, скажем так, технический, чтобы приблизить данное светлое будущее для потребителей южных районов, с тем, чтобы не ждать, когда же нижегородские коллеги у нас в данном вопросе нас поддержат. Соответственно, после актуализации этой схемы, когда она будет готова, мы, я думаю, что в средствах массовой информации дадим все характеристики ее ориентировочные сроки, ее реализации. То есть пока сейчас сказать сложно, потому что строительство и делать заявки в «Газпром» необходимо только на основании актуализированной схемы газоснабжения. Спасибо. Николай Александрович Малков. Александр Павлович, у меня вот такой вопрос. Из ваших графиков, представленных, было видно, что сколько денег тратилось каждый год на строительство газопровода. Я правильно ли цифру понял, что в 2006 году и в последующих годах где-то примерно 800 миллионов или что я понял, а в 2012 всего 400. Если это так, то почему в два раза меньше, чем предыдущие годы? Я уже объяснял, что мы, к сожалению, из-за нашей невозможности в связи с техническим состоянием Аханского газопровода заниматься серьезными стройками с газопроводами-отводами и по сути по своей мы занимались загрузкой существующих газопроводов в ГРС. То есть, в принципе, основная направленность это была все-таки те районы, которые находились там рядом с газотранспортными газопроводами-отводами. И, соответственно, назовем так, за этот период времени основную массу мы уже их подобрали, в плане подведя. То есть сейчас самая главная направленность, вот говорил уже, долго мы шли по пути строительства перехода через Рюку-Вятку на Заречную часть. И то есть у нас сейчас газопровод-отвод построен, теперь нам от него нужно строить газопроводы-отводы на Белую Холуницу, в смысле там на Слободской и Белую Холуницу, на Юрьянский район, Орловский район. То есть вот сейчас идет именно подготовка вот этого направления. То есть деньги, которые будут вкладываться при газификации, допустим, того же города Слободского, это уже на один город Слободской более 1 миллиарда рублей нужно будет вкладывать. То есть мы сейчас практически как бы готовимся к этому атаку, к этому АППИ. Спасибо. Константин Маркович Гозман. Программа в 2015 году на каком месте окажется наша область в ПФО? Ориентировочно, провокационный вопрос. Ну, я думаю, что мы в ПФО далеко не поднимемся с последнего места. Но, скажем, своих коллег с Татарстана, которые имеют там 95 или 92 процента, конечно же, до них мы не дотянемся. И, честно говоря, особой такой цели и задачи на это не стоят, потому что у нас все-таки есть еще и местные виды топлива, природные ресурсы. Ну, а в 2015 году доживем, посмотрим, у нас облгаз, когда паспорт региона сформируют, там мы увидим, сколько у нас же жителей перейдут на природный газ, к лечению домовладений. Пока трудно сказать. Спасибо. Александр Павлович, вопросик еще один. Применяются ли в газификации области формы ГЧП? И, если да, то ускоряет ли это газификацию области? Ну, я уже объяснил. У нас Межрегион теплоэнерго в 2010 году зашло на строительство котельных в зречной части города Кирова. То есть, вот они построили и в Ахрушах, и части Слободского района. Вот они построили там порядка 12 котельных. То есть, вот этот пример ГЧП, когда они в течение 7-8 лет через тарифную составляющую будут возвращать эти инвестиции. Сейчас мы имеем с вами первоклассные котельные, работающие в автоматическом режиме, как я уже говорил. То есть, вместо того, что 12 котельных умножим по 4 человека, то есть, это уже 48 человек, как бы обслуживающий персонал, минимальный, назовем там, в настоящий момент там обслуживают эти 12 котельных всего 3 человека в смену. Один оператор и два слесаря КИП, которые на машине в случае возникновения каких-то неполадок выезжают до их устранения. И, соответственно, вот это вот и есть пример положительной реализации частного партнерства. Спасибо. Если нет вопросов, пожелаем Александру Павловичу плодотворной работы и его коллегам в газификации Кировской области, чтобы выйти на передовые позиции, да, Константин Маркович. Предлагается принять к сведению прозвучавшую информацию. Давайте проголосуем. За 48 решений принимается. Спасибо. 39-й вопрос по повестке дня. Информация о деятельности депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6-го созыва Сергея Александровича Доронина. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемый Алексей Максимович. В декабре 2011 года жители Кирова и нашей области доверили мне право представлять их интересы в Государственной Думе 6-го созыва. В 2012 году, в январе 2012 года, я был избран заместителем председателя Комитета по сельскому хозяйству, и поэтому, так как я до этого профессионально занимался сельским хозяйством, то вот этот год отработал, так скажем, по профессиональному своему направлению. Значит, период весенней и осенней сессии депутаты Государственной Думы рассмотрели с внесением поправок целый ряд законопроектов, затрагивающих интересы сельского хозяйства. Это закон о федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. Изменения в бюджет 2012 года. Закон о налоговых льготах и ряд других законодательных актов, направленных на поддержку и развитие агропромышленного комплекса. За отчетный период мною в Государственную Думу внесены 7 законопроектов и поправок. Дважды в 2012 году от имени фракции «Справедливая Россия» выступал в Государственной Думе на правительственных часах в феврале 2012 года с участием действующего на тот момент министра сельского хозяйства Елены Скрынник и в сентябре 2012 года правительственный час, когда присутствовал уже новый министр сельского хозяйства Николай Федоров. Заседания были посвящены состоянию аграрной отрасли, продовольственной безопасности и последствиях присоединения России к Всемирно-торговой организации. В своих выступлениях я обозначил основные риски, ожидающие сельское хозяйство после вступления страны в ВТО и предложил ряд мер, необходимых для минимизации этих рисков. Соответствующие законопроекты уже внесены мною в Государственную Думу. Вопрос о присоединении России к ВТО заслуживает отдельного рассмотрения. Для меня, очевидно, правила ВТО ставят отечественных товаропроизводителей в жестокие условия конкуренции, при том, что к полноценному интегрированию в мировую экономику наша страна не готова ни технически, ни законодательно. Нет достаточного уровня государственной поддержки, который бы позволил без ущерб для российской экономики в целом и отдельных отраслей, в частности, открыть границы для свободного ввоза импорта. К сожалению, наша позиция, а это позиция фракций оппозиционных в Государственной Думе, Думе КПРФ и Справедливой России не была услышана. Все вы, наверное, слышали, что мы подавали жалобу в Конституционный суд по правилам заключения, по тем правилам, на которых было заключено это Маракешское соглашение, но, тем не менее, Конституционный суд отклонил наше заявление. Появились серьезные внешние риски для промышленности, в том числе и для ее аграрного сектора. Поэтому сейчас наша работа сосредоточена прежде всего на том, чтобы обеспечить дополнительную поддержку отечественным сельхозтоваропроизводителям. В течение года нашим комитетом проведен ряд заседаний по вопросу технической модернизации АПК. Речь идет о поддержке товаропроизводителей при приобретении сельхозтехники. Совместно с профильными министерствами вырабатываются методы стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей. При закупке современной сельхозтехники разрабатываются меры поддержки отечественного машиностроения. В частности, 7 июня под моим председательством в Рязанской области состоялось выездное заседание Комитета Госдумы по аграрным вопросам, касающееся вопросов обеспечения сельхозтоваропроизводителей финансово-кредитными ресурсами, техникой, минеральными удобрениями, льготными поставками горюче-смазочных материалов. Все предложения, озвученные на этом выездном заседании, были переданы на рассмотрение правительству Российской Федерации. Но серьезные риски, несмотря на достигнутые при присоединении России к ПТО договоренности, возникают не только в отношении ряда отраслей, но и наиболее чувствительных категорий товаров. Поэтому в целях стимулирования закупок продовольствия именно у российских крестьян 8 октября я внес на рассмотрение Государственной Думы поправку в проект федерального закона о федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работы и услуг, которая гарантирует отечественным производителям преимущественный доступ к государственному заказу перед зарубежными поставщиками. То есть поправка эта касалась, что продукты питания, производимые в Российской Федерации, только они имеют право заявляться по контрактной системе на всех аукционах. Проблемы чрезмерной долговой нагрузки на крестьян, особенно в связи с присоединением России к ПТО, многократно поднимались мной в федеральных и региональных СМИ, обсуждались по моей инициативе на встрече руководства партии «Справедливая Россия» с президентом Владимиром Путиным. Нам удалось привлечь серьезное внимание к этой проблеме. Так, по итогам встречи президент сформулировал поручение проанализировать ситуацию с точки зрения поиска дополнительных возможностей поддержки АПК. Это позволяет рассчитывать на увеличение финансирования села в 2013 году путем внесения соответствующих изменений в федеральный бюджет. Такую работу мы обязательно проведем. Вот только по предварительным подсчетам сегодня такая отрасль, как молочное направление, потеряет за 2013 год около 100 миллиардов рублей в связи с тем, что открыты границы, увеличены квоты ввоза и сыров, и готовой продукции. Такая отрасль, как свиноводство, она уже с октября месяца работает практически в убыток. И по сути своей все профильные союзы дали заключение и до вступления в ВТО, и после вступления в ВТО о том, что ни одна из отраслей не получает каких-то преимущественных возможностей, а в основном все несут убытки. Поэтому вот в своем выступлении, кстати, перед новым министром сельского хозяйства я сказал о том, что те люди, которые работали над правилами заключения в ВТО именно в области сельского хозяйства, они совершили преступную халатность, если мягко говорить. Поэтому те договоренности, которые 18 лет начинались и прописывались на бумаге, они совершенно устарели уже к 2012 году, и необходимо было, конечно же, пересматривать эти вопросы. В сентябре 2012 года при моем непосредственном участии Комитет по огранным вопросам инициировал обращение Государственных Думок к Правительству Российской Федерации, Центральному Банку Российской Федерации, органам исполнительной власти, субъектов Российской Федерации о мерах, необходимых для развития сельского хозяйства. В частности, в текст была включена моя поправка о мерах финансового оздоровления агропромышленного комплекса, продления сроков инвестиционных кредитов. Обращение в данной редакции депутатами Государственной Думы было поддержано. Но вот, к сожалению, правительство нам только обещает начать рассмотреть вот этот вопрос о увеличении сроков инвестиционных кредитов. Я вам скажу, что недавно в составе комитета по сельскому хозяйству я был на зеленой неделе в Германии. Так вот, хочу вам доложить, что на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители Германии получают кредиты по срокам, инвестиционные кредиты 20 лет. Значит, до 70% кап вложений возмещает государство после сдачи объекта в эксплуатации. И самое интересное, что ставка сегодня по кредитованию инвестиционных кредитов равняется нулю. То есть нулевая ставка. Поэтому, конечно, с такими монстрами, как Германия, а европейские страны другие, Испания, Италия, нам, конечно же, сложно бороться. И при всем при этом на сегодняшний день у нас заложено в бюджете 9 миллиардов помощи на сельское хозяйство долларов. По сути, получаем мы фактически 4,5-5 миллиардов, а такая страна, небольшая, как Германия, она, понятно, там площади посевные в десятки раз меньше, она получает сегодня 19 миллиардов, и по условиям ВТО у нее 19 миллиардов, это прямая помощь сельскохозяйственной отрасли. То есть практически в 4 раза больше, чем в Российской Федерации. Поэтому, значит, вот мы пытаемся добиться все-таки возможности увеличения бюджетного финансирования сельскохозяйственной отрасли и господдержки регионам, конечно же, они необходимы увеличивать. И сегодня обсуждается очень серьезный вопрос в Государственной Думе. Это по определению зон, климатических зон, значит, земледелия. Закон такой в Государственной Думе рассматривается, и, значит, я вхожу в рабочую группу, и я надеюсь, что мы для конкретно Ликеровской области будем отстаивать интересные преимущественные права, и область наша должна быть включена одна из первых, как зона неблагоприятного земледелия, и в связи с этим получать дополнительные субсидии либо дотации на обработку земли. Значит, в 2012 году принят фундаментальный документ, в разработке которого принимали участие депутаты нашего комитета. Это государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2012 года. С помощью данного документа нам удалось установить фиксированный уровень поддержки, ниже которого объемы государственной помощи селу опускаться не должны. На реализацию программы в федеральный бюджет предусмотрено полтора триллиона рублей. В 2012 году по инициативе нашего комитета удалось добиться увеличения государственного финансирования сельского хозяйства на 2,3 миллиарда рублей. Большая часть этих средств, 1,6 миллиарда рублей, предусмотрена на мероприятии федеральной целевой программы социальное развитие села до 2013 года. В числе приоритетов это развитие системы газификации, водоснабжения, улучшения жилищных условий на селе, развитие общеобразовательных и культурных учреждений. Выделено 100 миллионов рублей на повышение заработной платы преподавателям российских сельских школ. Особо хочу отметить, что добиться увеличения финансирования сельскохозяйственной отрасли удалось и на региональном уровне благодаря совместной работе с правительством Кировской области дополнительно в декабре 2012 года на социальное развитие села из федерального бюджета нашему региону было выделено более 27 миллионов рублей. Также мной предложен сегодня к реализации совместность с областным правительством проект «Хоккей в нашем дворе» в случае его принятия и разработки соответствующей программы Департаментом сельского населенных пунктов каждого из 39 районов области появится своя многофункциональная футбольно-хоккейная спортивная площадка. Общая стоимость проекта более 250 миллионов рублей и программа такая государственная, она существует в Минсельхозе. К сожалению, Кировская область на протяжении 6-8 лет, пока эта программа существует, не участвует. Я надеюсь, что мы будем лоббировать этот проект и со следующего года потихоньку начнем участвовать. В начале 2012 года я обратился к министру культуры Владимиру Мединскому в ходе его рабочей поездки в Кировскую область с просьбой о положительном решении вопроса о включении храма Вознесения Господня села Каринка Кирово-Чапецкого района в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Сегодня этот объект включен, 20 февраля подпишет указ премьер-министр Медведев указ о включении этой церкви в реестр памятников, охраняемых государством федерального значения. Ну и затем попробуем также включить федеральную программу, потому что церковь эта входит в интересную программу «Воснецовское кольцо». В 2012 году активно работала общественная приемная депутата Госдумы. За этот период ко мне, как к депутату Государственной Думы, за помощью обратились 273 человека. Более 100 человек побывали на личном приеме, и мной было проведено более 20 выездных встреч с жителями Кирова и области, ветеранами, работниками предприятий, представителями профсоюзных организаций. В заключении я бы хотел отметить, что все вышеперечисленное, лишь часть мер, необходимых для полноценного возрождения села, для дальнейшего развития АПК, необходимо решить нам следующие задачи – снизить уровень зависимости АПК от импортных технологий и оборудования путем повышения пошлин на импорт с единовременным увеличением доли отечественного производства сельскохозяйственной техники, сформировать механизм поддержки сельхозмашиностроителей, в том числе через государственные программы и формирование госзаказа. Провести реструктуризацию задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей – это позволит растянуть сроки выплат по инвесткредитам и таким образом сохранить собственный инвестиционный потенциал предприятий, а следовательно будет способствовать модернизации отрасли и дальнейшему наращиванию объемов производства. А также основная задача – это увеличение до максимально возможного 9 миллиардов в помощи сельскохозяйственной отрасли. Ну, над всем над этим мы будем в комитете работать, и я надеюсь, все-таки правительство нас услышит, хотя мы там об этом как заклинание твердим уже там и в законодательном собрании, и в Государственной Думе, но тем не менее, вот, к сожалению, правительство к сельскому хозяйству одним местом поворачивается. Хотя в развитых странах капиталистических, как это принято называть, сельскохозяйственная отрасль – это высокорентабельная отрасль. Есть направление в Соединенных Штатах Америки, где рентабельность сельхозпроизводства достигает 600%, но это при условии вложения серьезных денег в сельскохозяйственную отрасль. Вот, пожалуй, и все. И хотел бы еще в заключении, наверное, надо об этом сказать, вот о последней ситуации в Кировской области, которая будоражит все средства массовой информации, а именно к обращению к нашим жителям по поводу недоверия к губернатору Кировской области. Я бы хотел сказать всем коллегам из оппозиционных партий, что нам необходимо бы объединяться в вопросе законотворчества как раз по выборам губернатора Кировской области, по выборам законодательных органов власти. И огромное количество предложений мы, кстати, и давали вместе с нашими коллегами-коммунистами и ОДПР. Это и прозрачность урн, это и, значит, снятие всех препонов и фильтров, которые каким-то образом появились в наших законах, несмотря на то, что тогда еще, будучи президентом Медведевым, был совершенно интересный закон внесен о прямых выборах губернатора. Поэтому я считаю, что не надо торопить события, надо закладывать основы демократического общества. И необходимо, я считаю, нам всем доработать до нормального срока выборов и провести у нас в области выборы честные, демократические и прямые выборы без различных сборов подписей. Вот над этим надо работать. Это я говорю коллегам сегодня из оппозиционных партий. Потому что, посмотрите, мы, когда в законодательном собрании пришли в этом в 2011 году, объединившись, мы же смогли отстоять наши требования по введению заместителей председателя законодательного собрания. Вот только объединившись, синергию такую создав, мы все-таки убедили наших коллег из партии власти сделать это. Я понимаю коллег из партии власти, понятно, что сегодня практически во всех регионах власть узурпирована Единой Россией. И вот эта Кировская область как такой островок демократии. Но тем не менее, я бы вас призвал не торопить события. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Спасибо. Есть ли вопросы? Виктор Николаевич Женихов. Сергей Александрович, вы сейчас призываете объединиться оппозиционным партиям и как-то проводить выборы демократичные и прочее. Как это вы себе представляете, если за 500 рублей практически Кировская городская дума депутаты работают, которые купили голоса по 500 рублей у избирателей. Сейчас, может, по тысяче соберем им тогда. Поднимем уровень населения нашего, наверное, за счет этого. Как это вы представляете себе, когда ни суды, ни прокуратура не принимают совершенно никаких мер, хотя это явно являлось подкупом просто избирателей? Я предлагаю как раз в дни голосования и вообще в предвыборные процессы включаться всем оппозиционным партиям, единым фронтом, что мы и делали, кстати, на выборах в УЗС и получили достаточно интересный результат, я считаю. А 500 рублей ведь платил не губернатор, понятно, кто был замешан в этом процессе. Я не считаю, что у нас самые плохие и некачественные выборы. Вы, наверное, не жили в других регионах, где оппозиционная партия получает максимум по одному-два депутата в законодательных собраниях. Спасибо, Дмитрий Михайлович. Русских. Сергей Александрович, у меня два вопроса. Первый вопрос. Вы сказали, что на протяжении 6-7 лет Кировская область не участвовала по сельскому хозяйству в программе по спортивно-оздоровительным комплексам. На ваш взгляд, в чем вообще основная причина, почему мы не участвовали столько долгих лет? Вы знаете, вот я, будучи кандидатом в депутаты ОЗС, еще проехал практически все районы области, встречался неоднократно. Многие главы районов у нас даже не знают о существовании многих федеральных целевых программ, областных программ. Это говорит, наверное, о низком уровне подготовки специалистов в департаменте сельского хозяйства, я считаю. Потому что наиболее активным участником реализации программ по спорту является у нас соседний Татарстан. Есть возможность и лоббирует свои интересы многие регионы, проводя ежегодные сельские игры, которые приходят в какой-либо регион с огромным количеством, с массой денежной. Вот Удмуртия в прошлом году провела сельскохозяйственную универсиаду, там сотни миллионов рублей были закачаны в бюджет Удмуртии. У нас цифра федерального бюджета 150 миллионов рублей, но вот в департаменте, который занимается у нас как раз строительством и выделением денег на плоскостные спортивные сооружения, говорят, что, к сожалению, Кировская область даже не заходит и, может быть, не знает о существовании этого департамента. У меня предложение, может, вам начать заходить? А я захожу. Я сегодня программу эту и губернатору, и господину Котлячкова предложил, как бы, даже разработал, посчитав и представив типовые проекты. Спасибо. И второй вопрос. Вы сейчас говорили о выборах. Вот в феврале месяце, по-моему, или в январе в первом чтении принят закон, позволяющий законодательным собраниям различных регионов принимать самим форму выборов. Или это прямые выборы, или это выбирает законодательное законодательное собрание. Ваша позиция, какая все-таки форма для, по крайней мере, меня больше интересует Кировская область, а не Северный Кавказ, значит, подходит для нашей территории? Я в составе депутатов, семи депутатов Государственной Думы, кстати, и от фракции КПРФ и Справедливая Россия сегодня вышли с законодательной инициативой полностью очистить вот этот закон о выборах губернаторов и убрать вот эти фильтры все муниципальные, законодательные, а сделать действительно прямые выборы, когда заявляются там все участники политического процесса от любой политической партии. Вячеслав Николаевич Егдоров. Сергей Александрович, если всю эту словесную чепуху убрать, о которой Вы сказали, по отношению того, что Вы сделали за это время, я делаю вывод, что Вам ничего не удалось сделать по сельскому хозяйству. Мы все прекрасно знаем, что вступление в это за собой, что потянуло. Мы это без Вас, с этой трибуны выступающей прекрасно понимали и знаем. Мне просто хочется понять, в конечном итоге, вот здесь цифры, которые Вы говорили нам, мы тоже эти цифры слышали, но просто я так понял, что по силу депутатов Государственной Думы работает отвратительно плохо. По каким причинам? Вы нам так и не открыли. Кто не слышит Вас, правительство не слышит, так это плохо, что Вас не слышат. Мы-то надеемся, что Вас слышают там и какие-то меры будут принимать. Спасибо. Сергей Александрович, если называть чепухой инициативу комитета о выделении дополнительных денег 2,3 миллиарда, то, наверное, чепухой мы занимаемся. Если говорить о том, что конкретно для Кировской области, я в своем выступлении сказал, что я был инициатором того, чтобы 27 миллионов рублей дополнительно в область заведены деньги на социальное развитие села. Я еще раз повторюсь, вот и на предпоследнем заседании законодательного собрания как раз подходил председателю комитета Николаю Петровичу, и он выступал здесь с инициативой о сборе с 50, не со всех регионов, писем в поддержку как раз дополнительного финансирования сельскохозяйственной отрасли. Но и были собраны практически с 80 регионов письма от законодательного собрания, от законодательных собраний. Все это структурировано, значит, и передано в комитет, но вот, к сожалению, мы имеем ту власть, которую имеем. И говорить о том, что депутаты Государственной Думы там не занимаются по сельскому хозяйству ничем и не предлагают меры поддержки, так и в законодательном собрании у нас тоже депутаты говорят о низкой поддержке сельскохозяйственной отрасли и хотелось бы там в десятки раз ее увеличить. Понимаете, система власти вот так и работает, к сожалению. Спасибо, Владислав Николаевич Гукасов. Игорь Александрович, спасибо за ваше выступление. Я не понаслышке знаю работу комитета сельскохозяйственного, потому что у нас депутат Госдумы от нашей партии тоже первый заместитель этого комитета. По поводу объединения оппозиционных партий, конечно, обеими руками за. Но надо решение конструктивное, продуктивное и целенаправленное для нашей области. То есть то, что оппозиция стоит в разрезе с партией власти и с правительством, это есть. Когда, допустим, получается момент направленный до улучшения нашей области, и вот явно в этом примере, то есть мы поддержали многих депутатов от партии власти по недоверию. Я считаю, что это было правильно, потому что результат работы правительства налицо. Второй момент, что, не хочу слово подбирать, но чтобы болтаться как проруби нежелательно. То есть, если, допустим, кто-то давал свои подписи, желательно не отзывать. И все эти моменты надо подходить взвешенно и конструктивно. Так вот со стороны в сторону не стоит делать. Если, допустим, мы будем объединяться, то я хотел бы двумя руками за и подчеркнуть, что если, допустим, усилия направлены, то надо вместе, а не так, допустим, что лебедь, а крещука вправо-влево. Спасибо. Спасибо. Николай Петрович Кителев. Я думаю, надо поблагодарить Сергея Александровича за доклад за сообщение. Я не понаслышке знаю многие инициативы комитета, лично его, и думаю, что это один из немногих, который работал на пользу сельскохозяйства Российской Федерации, пользу нашей области. Между прочим, на межфракционной основе то, что мы не можем добиваться, ну так приходится выбирать между 22 триллионами на оборону и полутора триллионами федерального бюджета на село на ближайшие 8 лет. Поэтому не так это все просто, как нам представляется. Думаю, что эту работу надо продолжать и очень настойчиво продолжать впереди. Огромная работа, ибо та поддержка, которая запланирована на 8 лет ближайших, она равна, мы все знаем, сумме задолженности села по инвестиционным проблемам. Поэтому работа предстоит большая, дай Бог, всем депутатам этого комитета, как любой комитет строится на межфракционной основе, добиваться намеченной цели вместе с законодательными органами Российской Федерации. Спасибо. Сергей Сергеевич Гучин. Сергей Александрович, у меня вот какой-то вопрос, просьба даже большая, будет, наверное, о списании, поднимите вопрос, пожалуйста, о списании долгов сельхозтоваропроизводителей, которые были сделаны в 90-е годы, а то реструктуризация, которую до сих пор мы все платим и выплачиваем. Если мы в Эфиопии прощаем, значит, там, еще кому-то прощаем, а своим крестьянам мы до сих пор ничего не простили. Даже для моего хозяйства там миллион в год выплачивать тех долгов, которые мы, собственно, не делали, это много. Ну, вопрос о списании задолженности. Я также стоял в своем выступлении и перед Скрыник, и перед, значит, Федором, новым министром. Я вам скажу, вот такие цифры, полтора триллиона, то есть триллион 600 миллиардов у нас задолжены сегодня всей сельскохозяйственной отрасли по кредитам краткосрочным, инвестиционным, а сальдированный результат за 2011 год, это доходы минус расходы, всей сельскохозяйственной отрасли равняются 85 миллиардов. То есть всем понятно, что для того, чтобы погасить полностью взятые кредиты, нам необходимо будет, ну, минимум лет 20, понятно, почему относятся так сельскохозяйственной отрасли, да? У нас банковский сектор за прошлый год заработал, то есть сальдированный результат за 2011 год, около одного триллиона рублей. И понятно, что в первую очередь, когда наступает кризис, правительство начинает поддерживать вот эту кровеносную, как говорит наш лидер, президент, кровеносную систему. Потому что триллион прибыли банк и банки, и 80 миллиардов сельское хозяйство, понятно, что смешно. Речь идет не о кредитах, речь идет о задолженности по налогам. А в том числе и кредиты, я говорю, и задолженность по налогам. То есть это вообще вот полтора триллиона – это вся задолженность сельскохозяйственной отрасли в совокупности с кредитами, с бывшими долгами, с реструктуризированными и так далее и тому подобное. Мы этот вопрос поднимаем. – Спасибо. Спасибо, Сергей Александрович, за информацию. Я считаю, уважаемые коллеги, давайте подумаем и, может быть, внесем в регламент нашей работы такие предложения, вот как Сергей Сергеевич прозвучало и от вас, депутатов, может быть, какие-то предложения и наказы давать нашим депутатам Госдумы, которые мы вместе с вами реализовывали. Да, Сергей Александрович? – Да, большое спасибо. Я вот еще коллеге своему, значит, Егдарову хотел, как бы, такое лаверды сказать обратно, да. Знаете что, вот, кстати, в Государственной Думе, в Государственной Думе, если говорить там о моей работе, я не хочу хвалиться, но почему-то депутаты партии власти всегда с негативными вопросами на трибуну, и когда я свой доклад при министрах сельского готовлю с хозяйства, да, подходят с партией «Единая Россия» и говорят, вот, Сергей Александрович, слушай, вот озвучь вот эти проблемы. Вопрос, а почему не вы? А нам нельзя, потому что по партийному, понимаете, признаку. Поэтому, вот, к сожалению, черную метку всегда я в кармане пиджака ношу сам. Спасибо. Уважаемые депутаты, переходим к следующему вопросу. О проекте закона области, о внесении изменений в закон Кировской области, об участии Кировской области в проектах государственно-частного партнерства «Первочтение». Слово предоставляется Юрию Геннадьевичу Исупову, депутату Законодательного собрания, одному из авторов законодательной инициативы. Уважаемые коллеги, позволю напомнить ноябрьское заведание Законодательного собрания, когда наша инициатива трех депутатов вносилась в осмотрение, но мы ее сняли в связи с тем, что были высказаны пожелания и предложения конструктивно поработать в рамках рабочей группы, которая была создана по решению пленарного заседания по инициативе депутата русских. Но, к сожалению, регламент не позволил нам нашу поправку обсудить, потому что поправки были по разным основаниям. И с учетом этого мы вновь несли эту поправку на рассмотрение пленарного заседания Законодательного собрания. Позвольте, дискуссий было очень много в преддверии сегодняшнего пленарного заседания. Я все перипетии пересказывать не буду, но я несколько моментов хотел бы обратить ваше внимание. Первое. Что же послужило основанием, побудительным мотивом для того, чтобы вносить эту поправку? По будительным основаниям послужил анализ той практики конкурсов, проводимых в рамках нашего закона ОГЧП, и в первую очередь тех конкурсов, которые проводились в дорожной отрасли. Практика показывала, что эти конкурсы проводились едиными большими лотами, и по сути дела, по мнению многих депутатов, они были заточены под конкретных будущих победителей. Второе. Большие лоты, отсутствие публичности необходимой, не позволяли участвовать другим хозяйствам, представителям малого и среднего бизнеса, и по сути дела, многие были лишены возможности участвовать в выполнении, по сути дела, государственного заказа на поставку, в выполнении тех или иных подрядных работ. Далее. Хотелось бы отметить, что предлагаемая поправка касается исключения из статьи 10, части 3, которая говорит о такой форме государственного частного партнерства, как договор подряда или госконтракт со срочкой платежа. Я напомню о том, что на предыдущих заседаниях мы говорили, что это, по сути, новелла нашего местного законодательства. У других региональных законов такого рода новелла нет. Мы создали свою собственную вятскую модель государственного частного партнерства, которая и не соответствует существующей практике делового ворота. Но при этом следует отметить, что в данном случае это именно часть 3 статьи 10 позволила осуществлять конкурсы государственного частного партнерства по процедуре, отличной от 94 ФЗ. То есть, по сути дела, значительный объем бюджетных средств расходовался, минуя 94 ФЗ по процедуре конкурсов ГЧП. Обеспокоенность данным моментом присутствует не только у депутатов, она присутствует и у органов прокуратуры, которые подготовили и принесли в правительство области протест по постановлению правительства области, касающейся государственного частного партнерства в сфере дорожного строительства. Дальше. В прокуратуре области было инициировано обращение в арбитражный суд о признании недействительными договора, заключенного в рамках ГЧП по летним конкурсам в сфере дорожного строительства. Федеральная антимонопольная служба усмотрела нарушение закона о защите конкуренции и успешно отстояла в суде первой инстанции свою позицию, в которой тоже отмечается о том, что данные процедуры должны проходить в рамках 94 ФЗ. И последний момент. У нас, в общем-то, по сути дела, государственного частного партнерства свелось в первую очередь именно к третьей части, к договорам подрядов со строчкой платежа. К сожалению, никаких других форм у нас, по сути дела, практически не осуществлялось, таких как концессии и аренды с инвестиционными условиями, что присутствуют в других регионах. По нашему мнению, если депутаты поддержат данную поправку, это нам позволит решить следующие вопросы. Во-первых, это позволит нам устранить, по нашему мнению, коррупциогенность данной нормы, которая предполагает возможность ухода от 94 ФЗ. Это позволит обеспечить расходование бюджетных средств именно строго в рамках 94 ФЗ. Далее, это позволит существенно расширить конкурентную среду и существенно позволит расширить возможности хозяйственным субъектам, как малого и среднего бизнеса, участвовать в выполнении государственного заказа. На наш взгляд, это повысит эффективность расходов бюджетных средств. Для сведения, вы сами прекрасно уже в ходе обсуждения отмечали о том, что в рамках этих конкурсов по ГЧП у нас, по сути дела, не проходило ни единожды снижение начальной цены этого конкурса. То есть не было конкуренции, эффективности не было. При этом происходила компенсация процентных ставок по очень высоким ставкам, существенно отличающихся от процентных ставок, по которым мог бы бюджет сам привлекать эти денежные средства. И на наш взгляд, правительство области в этих условиях могло бы сосредоточить усилие не на нашей вятской модели ГЧП, а на других формах, которые присущи. Вот сегодня Александр Павлович Горский говорил о том, что есть хорошие примеры, примеры реального ГЧП в сфере газификации области строительства котельной. Это яркий пример корректного нормального государственно-частного партнерства. Хотелось бы отметить, что в данном случае высказывались оппонентами мнение о том, что если мы исключим данную норму, у нас остановятся многие социальные стройки, будут проблемы с дорожным строительством. Уважаемые коллеги, хотелось бы отметить, что процедура 94 ФЗ позволяет в настоящее время проводить торги по 94 ФЗ с расчетами не только в год принятия бюджета, но и в последующие годы в силу того, что у нас с вами принят трехлетний бюджет, это будет вполне нормально и легитимно укладываться. Вот с учетом изложенного, уважаемые коллеги, я просил бы вас поддержать эту поправку и принять ее в первом чтении. В ходе обсуждения высказывались много интересных мнений. Вот Александр Александрович высказывал интересное мнение о том, что может быть нам можно было бы посмотреть и даже посмотреть новую редакцию нашего закона АГЧП. Все это в рамках рабочей группы. В случае, если поддержите в первом чтении, все эти предложения могут быть учтены и предложены вашему вниманию во втором чтении. Спасибо. Есть ли вопросы к Юргеновичу? Валерий Николаевич. Ну, у меня больше, наверное, не вопрос о выступлении или комментарии к тому, что мы услышали. Существует возможность, чтобы я выступил сейчас? Да. Нет, это не вопрос о выступлении. Значит, в данном отношении я хотел сказать следующее. Обратите внимание, что аргументация докладчика и инициатора ЗАК инициативы заключается в том, что находится ряд вопросов и событий в рассмотрении, в стадии рассмотрения в судебных процессах. И в данном отношении никто из заинтересованных лиц, которые возбуждают те или другие процессы, не отмечают вопрос о том, что закон составлен неправильно и что закон содержит коррупционную составляющую. То есть идет речь не о содержании закона, а идет речь о применении закона, о соблюдении правил и порядка. Поэтому я бы призвал все же законодательное собрание обратить на это внимание. Если бы были противоречия и неправомерные какие-то элементы присутствовали в законе, то немедленно прокуратура обозначила эти элементы и в том числе антимонопольные службы. Но этого нет. Следовательно, суть проблемы, которая сегодня поднимается, заключается в том, каким образом скоординировать работу закона ГЧП и 94-го закона ФЗ. И не более того, это процедурный момент, который должен сейчас наработаться на практике. И если действительно есть противоречие действующему законодательству, тогда действительно можно. Но я пока вот, например, не вижу этого противоречия. Более того, в случае принятия сегодня предложения, хоть и говорит Юрий Геннадьевич, а я абсолютно уважаю, и он знает мою позицию, когда присутствуют коррупцигенные составляющие, ну, я готов там куда угодно идти. Вот в данном отношении все же мы ограничиваем возможности на оперативно-тактическом плане использовать инициативу бизнеса в проведении тех или других объектов. Вот сегодня прозвучало, и вы отметили вопрос о котельных. Вот не было бы этого закона, котельных бы не было. Это так, к примеру, говорят. И в данном отношении, не, вы крутите головой, а я точно знаю, что их не было, потому что в Мурыгина я этим вопросом занимался, когда планировали строительство котельных и какая процедура следует за этим, чтобы попасть в программы газификации и строительство котельных. И в конечном счете, построив сегодня газ, доведя до Мурыгина, котельная все же была снята, потому что нету бюджетных средств. Но вопрос заключался в другом. Были бы возможности предпринимателя, и котельная бы появилась. Поэтому я думаю, что не надо торопиться в этом отношении. Пусть судебные процессы идут, если они действительно вскроют, что законодательство действующее, никто не говорит, что оно совершенное. Но вскроет на примере и отметит, где в содержательном аспекте мы противоречим законодательству, тогда можно выходить уже с инициативой для того, чтобы отменить третью форму. По сути, вы требуете как раз отмены третьей формы. А первая и вторая форма использования этого закона, она у нас не действует. Спасибо. Позвольте, я отвечу, Валерий Николаевич. Первый момент, Валерий Николаевич, когда я привел пример выступления Александра Павловича Горскина, вот как раз в данном случае, я еще раз говорю, вот это абсолютно корректный, правильный государственно-частное партнерство. При этом оно как раз не относится к той форме, которую мы предлагаем исключить. Здесь нет договора подрядов со срочкой платежа. Здесь есть корректная процедура вкладывания средств частным партнерам. В данном случае создание производств с низкой себестоимостью и за счет разницы между существующими тарифами и себестоимостью частный партнер в течение 8-9 лет компенсирует свои расходы. В данном случае ущерба не у кого нет. Как раз именно это корректно. И наш закон это позволяет. Это первое. Второе. В отношении коррупциональности этой нормы я как раз хотел бы вам отметить, что в нашей норме есть две вещи. Договор подряда и госконтракт. В данном случае появляется дискретность полномочий. Можно выбирать или некий договор подряда, или госконтракт. Что убирать, каким образом, непонятно. И при каких условиях. Следующий момент. В данном случае договор подряда это немножко своеобразный флер или дымок. По сути дела, если с одной стороны выступает государство в лице правительства области, госзаказчиков, учреждений, если присутствуют госнужды, и если есть бюджетное финансирование, то нужно прямо и честно говорить, это госконтракт предусмотрен в 94 ФЗ. Вот как раз в силу того, что мы создали такого рода дуализм, и появилась возможность вынести правительству области постановление о государственном частном партнерстве в дорожной сфере, которая как раз и на сегодня протестуется. Вот, пожалуйста. Спасибо. Дмитрий Михайлович снял вопрос, да? Константин Борисович Машуренко. Мы вчера на комитете как раз долго обсуждали вот это предложение и действительно восприняли позицию некоторых депутатов в том, что не хотелось бы отнимать у правительства некие там оперативные возможности, где они достаточно узкие у них, и мы готовы идти навстречу в каких-то вопросах, но в данном случае Юрий Геннадьевич убедил в общем-то депутатов нашей фракции, что вопрос действительно достаточно острый, вопрос контроля за исполнением закона, принятого депутатами, и это наши полномочия, и мы согласились с тем, что, наверное, надо в данном случае, особенно когда дело касается строительства дорог, а это острая такая общественная тема, которая вызывает очень острый и болезненный интерес жителей области, конечно, надо усиливать контроль за деятельностью правительства. На чем мы всегда, в общем-то, стоим? Мы всегда призываем усиление контроля над правительством. Больше полномочий депутатов и больше контроля над правительством области. И в рамках вот этой идеологии мы посчитали, что необходимо поддержать вот этот законопроект в первом чтении, тем более, что может быть создана рабочая группа, и в ней можно как раз рассмотреть вот целый ряд вопросов, а там не только вопросы, вот как кончится судебный спор, да, хотя это тоже очень показательно. Там есть вопросы и качество, значит, производства работ, там пересекаются вопросы стоимости квадратного метра, потому что была озвучена информация, например, разная стоимость квадратного метра по ГЧП и по 94-му закону. Там огромное количество вопросов к Департаменту Дорожному и к правительству области. И, естественно, еще раз повторяю, мы всегда за усиление контроля над правительством области. Владислав Николаевич Гугасов. На заседании нашей фракции мы решили поддержать законопроект по одной простой причине, потому что бизнес развивается только в разрезе конкуренции. То есть мы хотим, чтобы была конкуренция, и мы поддерживаем законопроекты. Спасибо. Слово прис... Так, пожалуйста, Владимир Граведович. Мы сегодня на фракции это смотрели, тоже этот вопрос, не без дискуссий. Скажу прямо, решение поддержать в первом чтении, подчеркиваю, Григорий Геннадьевич, в первом чтении. И прозвучало у нас некое предложение на март месяц, вынести вопрос о реализации объектов ГЧП прошлого года, вопрос контрольный, с заслушиванием на законодательном собрании. Мне кажется, это следует действительно очень глубоко изучить эффект, потому что мы в основном берем со слуха, с первого впечатления, стараемся принять решение. Сегодня предложение принять в первом чтении. Фракция поддержала. Наследует далее работать и быстро работать, оперативно, чтобы к следующему заседанию иметь обоснованное мнение по данному вопросу. Спасибо. Спасибо. Александр Александрович Калицкий. Владимир Гаврилович, маленькая реплика. Владимир Гаврилович, дорогой, маленькая реплика, только не на мартовское заседание. Мы с вами вместе на совете решали вопрос по мартовскому правительственному часу и нашли консенсус в том, что правительственному часу на мартовском заседании не делать. Вы сказали «март». Потому что в марте будет ассоциация законодателей ПФО здесь, и в том числе там как раз правительственные вопросы тоже на ней будут докладываться. И совет с этим согласился. Спасибо. Дмитрий Михайлович Русский. Я уже тогда не могу промолчать. А вот тут вижу какое-то определенное лукавство по одной простой причине. Выступление Владимира Гавриловича. Значит, смысл заключается в следующем. Сегодня депутаты правой части сегодняшнего зала не поддержали поправку, ту, которую мы предлагали хотя бы ограничить какое-то участие и вот тот беспредел, который творится в дорожном хозяйстве по ГГЧП в формате ограничений по лотам. Сегодня все выступают в поддержку там предложения Иступова, но одна есть большая проблема. Мы принимаем в первом чтении и неизвестно, когда примем во втором чтении. То пока мы не примем во втором чтении и не ограничим по предложению Юрия Геннадьевича, работает вся та система, которую вы сейчас все вместе критикуете. То вот как раз получается, что лукавство. Сегодня получается дорожный комитет и там все остальные и дальше могут продвигать то, что они делали все в 10-м, в 11-м, 12-м году. На что есть протест прокуратуры и ФАСа. То получается, что тут немножко лукавство. Вот вопрос, когда мы примем во втором чтении, тогда мы точно поймем того, что уже преграда, она была в виде забора построена и уже нет. А сегодня все работает в старом режиме и все довольны этой ситуацией. Дмитрий Михайлович. Я думаю, Владимир Гаврилович точно обозначил сегодня, что нужно в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос. И в данном случае, я думаю, в рамках рабочей группы подготовки контрольного вопроса, это означает о том, что нужно стремиться, чтобы к мартовскому заседанию подготовить второе чтение. Так, Владимир Гаврилович? Да. Пожалуйста, Владимир Гаврилович. Дмитрий Михайлович, хотел бы сказать, что с моей стороны лукавства нет. Я довел лишь мнение фракции. На фракции у меня было то же самое мнение. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Валерию Николаевичу Турула, председателю комитета по экономическому развитию, промышленности, торговли и предпринимательству. Ну, мы приветствуем большую работу, проделанную Юрием Геннадьевичем в течение времени после заседания комитета и активной работы с фракциями, поэтому молодцы, наверное, это есть пример того. Но решение комитета было таково, рекомендовать законодательному собранию отклонить данный проект закона. Спасибо. Ставлю на голосование вопрос о принятии в первом чтении данного проекта закона. Голосуем. За 41, против 3, воздержало 7. Решение принимается. 24 вопрос. О протесте прокурора области на пункт 4 статьи 3 закона Кировского области о разграничении полномочий органов государственной власти Кировской области в сфере регулирования торговой деятельности на территории Кировской области. Слово представляется Валерию Николаевичу Турула, председателю комитета по экономическому развитию, промышленности, торговле и предпринимательству. Уважаемые коллеги, 17 января текущего года в законодатель собрания поступил протест прокурора Кировской области. Я хотел бы некоторое объяснение сделать, что год назад практически был аналогичный протест, и мы отправляли его в адрес правительства, но, к сожалению, меры приняты не были, и мы вынуждены сегодня опять возвращаться к этому же самому вопросу. Пунктом 4 статьи 3 закона области, номер 544 ЗО, утверждено полномочия правительства Кировской области в сфере регулирования торговой деятельности по установлению нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Кировской области. Данный пункт противоречит требованиям федерального законодательства, так как органы госвласти, субъектов Российской Федерации вправе разрабатывать такие нормативы, но утверждение таких нормативов должно производиться законодательным органам власти в составе документов, определяющих направление социально-экономического развития субъекта в части закона области номер 613 о программе социально-экономического развития Кировской области на 2011-2013 годы. Суть заключается в том, что правительству должно было предложить внесение изменений в соответствующий порядок, и мы должны были их соответствующим образом внести как изменения в закон. К сожалению, подобная процедура так в течение года не была выполнена, сегодня мы возвращаемся к этому вопросу, но в течение этого года события в городе Кирове показывают, как это все разворачивается и каким образом сегодня бомбят. Вот Сергей Петрович здесь, мы вчера целый день занимались, в общем-то, даем основания для того, чтобы осуществлялся правовой беспредел в рамках, в частности, торгового бизнеса, мелкорозничной торговли. Профильный комитет, рассмотрев протест, предлагает законодательное собрание принять протест к рассмотрению. Прошу проголосовать. Есть ли вопросы к Валерию Николаевичу? Ставлю на голосование вопрос о принятии протеста к рассмотрению. Проект постановления у вас имеется. Голосуем. За 51 воздержался 1. Решение принято. Спасибо. Уважаемые депутаты, мы работаем полтора часа. Настаиваете на перерыве. Перерыв на 20 минут.